Екатеринбургские видеоблогеры, Жека и Еврей, получившие известность в интернете благодаря разоблачениям мошеннических схем отъема денег у населения, сняли новое видео. Неудачные попытки студента устроиться на работу по объявлению. Наш зритель Саня нашел в группе ВК вот такое вот объявление. Новая работа. Диспетчер на сотовый. Работать 6 часов. 1600 рублей смена. Вполне таки заманчиво, особенно когда ты студент и видишь такой гибкий график. Саня договорился о собеседовании. Отправились мы туда втроем, но отправили в кабинет одного Саню со скрытой камерой. Здравствуйте. Я на собеседовании. Так. По поводу работы в колл-центр Сеченов. Меня интересует. Хорошо. Проходите, пожалуйста. Сейчас я вам дам анкету. Следующий миллион. Мы с вами находимся в колл-центре колл-нортовой компании. В связи с расширениями занимаемся к теме организационными вопросами, в том числе кадрами. Какой компанией я немного расскажу. Сейчас все расскажу. Так. Узнали о нас в связи с интернетом? Да. Вконтакте объявление увидел. Что конкретно там было? Диспетчер? У нас крупная научно-производственная компания. На мировом рынке с 95-го года, на российском с 99-го. Направление деятельности. Туризм, недвижимость, транспортно-образовательная система, рекламная издательская, диспетчика. Но основным направлением приоритетным деятельности компании является производство товаров повседневного спроса. Товарами повседневного спроса оказались биологически активные добавки и травяные сборы. А компания, набиравших новых работников, китайская теньши. Я сейчас налил себе чай. А это самый дорогой пакетированный чай, который я пил в своей жизни. Он стоит 1238 рублей за пачку. Причем на сайте производителя нельзя заранее увидеть цену, пока не добавишь товар в корзину. И это не только с чаем, так вообще у них со всеми товарами. Это редкое дерьмо, если честно. На самом деле, чай состоит из трав и аналоги из тех же самых трав стоят в аптеке, ну, в районе 70 рублей. Плюс-минус. Серьезно. Существуют сотни тысяч аутистов, которые считают эту цену нормальной и всячески восхваляют компанию Теньши, которая делает этот слабительный чай и еще кучу всяких ненужных бадов и массажеров. По факту, Теньши – это китайская компания, которая создает непотребный товар, который никому не нужен. И если на данную продукцию отсутствует добровольный спрос, значит, единственный способ его продавать – это сетевой маркетинг. О том, что соискателю вакансии предлагается влиться в огромную армию сетевиков, на собеседовании, конечно, не говорилось. Напротив, Александру была названа даже его будущая зарплата. Единственное, что ни в какую не соглашался назвать рекрутер, это то, в чем именно будет заключаться будущая работа Александра. А с чего будет складываться доход здесь? Доход здесь вам расскажут на третьем занятии, я только что сказал. И когда зашел сюда, я сказал, как будет... То есть сегодня такое вводное. Сегодня вы познакомитесь с рынком труда, познакомитесь с компанией. Завтра познакомитесь с расчетами, какие деньги здесь зарабатывают. Познакомитесь с продукцией, с которой работает компания. И после завтра уже ознакомитесь непосредственно с функционалом. То есть на четвертый день только расскажут, как и что нужно работать. Полностью получите информацию. Но эта информация вам будет дана поэтапно. Почему? Объясняю. Потому что нельзя прыгать из первого класса в пятый. Логично. Обучение новичка, по словам собеседовавшего его сотрудника, будет бесплатным. Но в то же время он должен внести 400 рублей в качестве залога за выдаваемую ему литературу. Залоговую сумму в размере 400 рублей передаю Сеченову БМ. И следующие две строчки со слов обязуюсь попросилось прочитать, чтобы я тоже слышал. Обязуюсь пройти курс информирования в количестве 10 часов в полном объеме. А также изучить все представленные материалы. Деньги они брали, чтобы Саня не распространял ложной информации во время обучения. Мне одному кажется, или это реально самая лютая, какую только можно было услышать. О чем это говорит? О том, что залоговая сумма возвращается не после первой, не после второй, не после третьей лекции, строго после четвертой лекции. Это чтобы вы не распространяли ложную информацию компании. Если вы по собственной инициативе прекращаете обучение, залоговая сумма не возвращается. Прежде чем заслать в офис тинши своего агента, Жек и Еврей познакомились с отзывами об этой компании в интернете. Вообще, суть сетевого маркетинга это впаривать лоху ненужный товар под предлогом того, что лох может нехило так заработать, если просто найдет других лошар, которые будут у него покупать. Никому не нужный хлам. То есть, понимаете, создается принудительный спрос на товар в жалких попытках заработать на его сбыте. Если ты пойдешь работать в сетевой маркетинг, то тебе нужно попрощаться с честностью, с порядочностью, с ответственностью. Ты начнешь разводить народ на кредиты и научишься продавать билеты на мотивационные мероприятия. Ведь без этого ты не заработаешь там ничего. Причем эти люди еще и нарушают кодекс своей же компании, где прописано, что дистрибьютор не должен производить впечатление, что все вот это дело связано с трудоустройством. Я от и до прошел все обучение. Все эти 4 дня. Каждый следующий день не сильно отличался от предыдущего. Все это обучение основывалось на хвалебных песнях о сетевой компании Тиньши. А еще в Тиньши. При трудоустройстве новых сотрудников их не информируют о дополнительных денежных расходах, которые они будут вынуждены регулярно нести. Это покупка методических материалов, книги, диски будете покупать постоянно, оплата аренды офиса и обязательных поездок на мотивационные мероприятия. И только через 5 дней ты узнаешь, что для устройства на работу, а как говорят правые сетевики, для открытия своего бизнеса, тебе для начала для регистрации в системе Тиньши надо будет заплатить 850 рублей. А потом сразу или постепенно в течение месяца покупать продукцию лохотрона общей суммой примерно на 17 тысяч рублей минимум. Пришел устраиваться на работу, 5 дней просидел там, так еще теперь и деньги плати, ведь ты дохрена успешным будешь. И все деньги-то там получают только самая верхушка, вот только самая-самая. А остальное быдло просто несет свои бабосики и уговаривает еще своих друзей принести. Почерпнув всю информацию в интернете, екатеринбургские блогеры не стали дожидаться окончания обучения Александра, а поспешили на помощь своему новоявленному товарищу уже в первый день его занятий. Вы куда идете? Мы в офис идем. Послушать. В смысле, что идете? На обучение? Куда? Куда? А вы к кому идете? Ну вот, да. Подождите. Подождите. Какой 308? 430. 438. А что идете слушать-то я не понимаю? Лекцию. Какую лекцию? Какую лекцию? Подождите. Какой пропуск? А зачем пропуск? Есть. Тебе что, выкинуть что ли? Сейчас, секундочку. Попробуй выкинь, а выйди. Чего ты кричишь, что на меня? Сейчас, сейчас, мы расскажем. Я с тобой на педе переходил, не надо кричать. Выходите. Вызванный с обучения, Саша подтвердил, что на лекции ему ни слова не сказали о работе оператора колл-центра. Рассказывай, где детство. Где Александр? Оператор колл-центра. То есть, работа, звонить. Не перебивай. Есть оклад, есть рабочее время. Прихожу сюда, какая-то непонятная анкета, какое-то непонятное обучение. Вот это вот обучение мне очень напоминает сетевой бизнес. Я сам в нем участвовал, и как там промывают мозги, хорошая работа. Мне прямо в самом углу я восстану. Столкнувшись с напором незваных гостей, сотрудник фирмы Борис Сеченов решил немедленно отдать Александру полученные в залог деньги. В залогную сумму 1-2-4-100 я получил, так я деньги. Да? Ребята, где это? Почему? Почему же? Не слишком все просто оказывается. Все просто. Деньги вот отдали, да? Ребята, все просто, не надо, все просто. Распешись и получи, как говорится, да? Вот деньги, вот так говорится. Ну просто чисто под камерой никто не хочет проблем, конечно же. Борис Михайлович, можно вопрос вам? Я вот хочу спросить. Не кричите. Я всегда так разговариваю громко. Вот надо уменьшить свой... Так я рыжий, я ору где хочу, мне пофиг. Ни хрена вообще не говорите, потому что это сетевой маркетинг, это тень ши, вот это вы. Время людей только тратите. Одно собеседование, второе, третье. Да вы запарили уже, выкладываете фейковые всякие объявления. Потому что вы пришли, вы нарушили его в частном офисе. Да. Не предъявили никаких документов. Вы нарушили что-то. А почему вы деньги ему отдаете? Почему вы мозги его взяли деньги? Это его деньги вообще-то. Вы не давали деньги эти? Да. Или деньги не давали? Женщина, у нас претензий к вам на счет денег нет. Вы вернули все. Вы вернули все. Претензий нет вообще. У нас есть претензия к тому, что вы сетевики. Друзья, ну вот как-то так мы сходили в контору. Конечно, никаких внятных ответов с этих одержимых мы не получили. Все закончилось просто балаганом, который и подняли вот эти самые успешные предприниматели. Вообще, успешность у сетевиков это любимое слово. На первом месте у них материальное благополучие, тропические острова, яхты, дорогие машины. Вот их высший идеал, к которому стремятся доблестные MLM-щики. Excel это просто деньги и вещи. Это их ожидания. А реальность это вошедшие в сетевой, лохи грызутся за копейки, стопками складируют у себя дома этот непроданный товар и верят в светлое будущее. А организатор сбывает огромные партии товара и просто срубает себе всю прибыль. Вот она, какая жиза. Это сетевой маркетинг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова